Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте. Итак, сегодня мы будем говорить о растениях, которыми приобрели большую популярность в последнее время. То есть, что это значит? С одной стороны, они рекламируются по телевизору, создано большое количество препаратов из этих растений. И с другой стороны, они входят в состав многих сборов, которые были сделаны в последнее время. Ну, а раньше они были менее известны, либо были вообще неизвестны. Ну, и начнем мы с такого растения, как сабельник болотный. Сейчас мы его вам продемонстрируем. Итак, сабельник болотный – это многолетний полукустарничек семейства разоцветных, высотой 20-100 см. Стебель длинный, ветвистый, полегающий, укореняется в узлах. Цветет с весны до конца лета. Соцветия немного цветковые, лепестки мелкие, темно-пурпурные. Плоды многоочисленные, голые, созревают в августе, в сентябре. Сабельник распространен в европейской части нашей страны, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет по берегам водоемов со стоячей водой, на болотах в тундре, на мокрых и болотистых лугах и в заболоченных лесах. Химический состав сабельника содержит органические кислоты, витамин С, каротин, дубильные вещества, катехины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, а также эфирное масло, в состав которого входят пенен, терпинеол и метилгептон. Итак, ну название понятно, откуда произошло. Сабельник болотный, потому что это растение в основном в качестве своего ареала выбрало как раз болотистые места. Второе название сабельника болотного – дикоп. В последнее время сабельник стал, пожалуй, одним из самых популярных растений. Только за последние несколько лет появилось около десятка препаратов лекарственных, в составе которых входит это удивительное растение. Что можно сказать о данном растении? Ну, во-первых, это достаточно эффективное противоопухолевое средство. И хотелось бы отметить, что среди растений какой плюс? Что сабельник у нас относительно нетоксичное растение, а большинство растений сильных, достаточно противоопухолевых, которые рекомендует нам народная медицина, обладают ядовитыми свойствами. Также сабельник применяется при лечении самых различных женских заболеваний, и в этом смысле он один из наиболее эффективных лекарственных растений. Также свойства сабельника различаются. Каким образом? Дело в том, что в качестве лекарственного сырья используется как надземная часть растения, так и подземная. То есть, с одной стороны это листья, с другой стороны это непосредственно корни с корневищами. Вот сейчас можно и продемонстрировать непосредственно данное сырье, но прежде чем о нем говорить, хотелось бы отметить, что и свойства как корневищ, так и листьев достаточно различаются. Ну, если мы говорим непосредственно о листьях сабельника, то хотелось бы сказать, что они в первую очередь наиболее эффективны при лечении самых различных легочных заболеваний. И поэтому их рекомендуют в качестве антиаллергического, например, при лечении бронхиальной астмы и вообще самых разнообразных заболеваний легких. Также трава сабельника особенно эффективна для лечения гинекологических, заболеваний мастопати, и в принципе трава сабельника и хорошее противоопухолевое средство. А вот корневище сабельника, оно достаточно эффективно при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. В первую очередь это радикулит, ревматизм, но даже есть сведения о том, что можно использовать сабельник в качестве, безусловно, только вспомогательного средства при лечении даже межпозвонковых грыж. Вот мы можем продемонстрировать вам сырье. Ближе лежит трава, да? Да, ближе именно непосредственно лежит трава. Еще раз хочу напомнить, что это трава, это в первую очередь средство легочное, а корни, которые у нас сзади находятся, это в первую очередь для лечения опорно-двигательного аппарата. Вот как раз они перед вами. Хотелось бы отметить, что сабельник уже достаточно давно используется, вообще использовался в качестве заменителя чая у народов севера нашей страны. Ну, безусловно, использовалась надземная часть, и вообще вкусовые качества надземной части достаточно приемлемые. Ну, каким образом, например, можно, с одной стороны, можно надземную часть заваривать как чай, что в течение долгого времени и делали народы севера, с другой стороны, можно сделать настойку. Каким образом делается настойка? 50 грамм травы заливается пол-литрами водки и настаивается в течение трех недель. Рекомендации по приему от чайной до столовой ложки три раза в день. В первую очередь, с одной стороны, это легочное средство, с другой стороны, конечно, тоже можно использовать траву сабельника для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, но она будет менее эффективна, чем корни. Ну, и также при самых различных женских заболеваниях. Если говорить о корнях сабельника, то тоже можно приготовить настойку. Из такого же расчета 50 грамм корней заливается пол-литрами водки, настаивается в течение трех недель, и прием тоже составляет от чайной ложки до столовой ложки. Но здесь с приемом можно варьировать. Три раза в день, но с дозой, вернее, можно варьировать. Например, при серьезных заболеваниях опорно-двигательного аппарата считается, что в общей сложности нужно выпить, чтобы получить определенный эффект, около полтора литра настойки, чтобы получить серьезный эффект. И при серьезных заболеваниях, но это, безусловно, нужно делать только по рекомендации с врачом, дозу можно увеличить даже до двух столовых ложек. Но здесь надо соблюдать определенную осторожность. Хотелось бы отметить, что если мы посмотрим препараты, которые существуют на рынке, то они обычно, если сабельник-1 входит в препарат, то обычно он используется, если это корень сабельника, для, опять-таки, также для лечения опорно-двигательного аппарата, также иногда для того, чтобы повысить эффективность, в таблетки или в капсулы вводят, например, корень лопуха, также иву, корень одуванчика для повышения эффективности. Также сабельник у нас входит в состав некоторых кровоочистительных сборов и препаратов, и также у нас сабельник может входить, создав лекарственных препаратов, которые используются при тромбофлебите, в рикозном расширении вен, то есть при таких заболеваниях. То есть широкое действие у сабельника получается? Да, и этим и обусловлен такой большой интерес к этому растению, что только за последние, пожалуй, 2-3 года создано около 10 новых препаратов на основе этого удивительного растения. Но он принимается в виде настойки, да, я так понимаю? Можно сам надземную часть, можно заваривать в виде чая. И вкусовые качества надземной части, да, достаточно высокие. И может быть даже при легочных заболеваниях, здесь в данном случае можно даже как раз рекомендовать заваривать в виде чая сам сабельник, именно надземную часть. Иногда просто суммируют непосредственно корень и траву, и очень часто, например, в аптеке, если вы покупаете, можно уже купить всё вперемешку. И иногда просто рекомендуют использовать именно смешанную настойку. В некоторых случаях это действительно эффективно. Ну и опять-таки то же самое, 50 грамм смешанного сырья на пол-литра водки. То есть вот мы здесь видим, что, безусловно, вот все свойства сабельника, о которых я говорил, они относятся и к надземной части, и к подземной, но просто надземная часть, она более эффективна для заболеваний лёгких, а подземная для лечения опорно-двигательного аппарата. И ещё хотелось бы отметить, что также у нас сабельник незначительно понижает давление вообще, обладает таким регулирующим способностью регулировать давление, то есть его можно принимать и для регулирования давления. И также хотелось бы отметить, что сейчас появились данные о том, что можно использовать сабельник и при лечении определенных простудных заболеваний. Но пока этих данных небольшое количество, посмотрим, насколько эффективно окажется данное растение. А что касается опорно-двигательного аппарата, то в отличие от других растений, обычно для лечения данных заболеваний используются сборы. То в данном случае как раз сабельник, если мы делаем настойку, а не говорим о медицинских препаратах, именно его хорошо использовать поодиночке. То есть это настолько эффективное растение, что в сборах оно используется достаточно редко, потому что обладает высокой фармакологической активностью и непосредственно само по себе. Ну вот мы сейчас говорили непосредственно о сабельнике и затронули тему проблемы опорно-двигательного аппарата. И вот как раз сегодняшняя наша постоянная рубрика «Советы врача» затронет как раз непосредственно эту тему, связанную с ревматическими болезнями. Вот сейчас данная рубрика будет в эфире. Снова у нас в эфире рубрика «Советы врача» и её ведущая Ольга Николаевна Гладкова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем нашу передачу и поговорим о ревматических заболеваниях. К ревматическим заболеваниям относятся свыше 100 различных болезней и синдромов, для которых характерно иммунно-воспалительное поражение соединительной ткани. Формы соединительной ткани очень многообразны. Соединительная ткань выполняет опорную, трофическую и защитную функции. Основные группы тканей, объединяемые в категорию соединительных, собственно, соединительная ткань, жировая ткань, клетки крови и кровотворных тканей, хрящевая ткань и костная ткань. К ревматическим болезням по одной из клинических классификаций относятся диффузные болезни соединительной ткани, к которым относятся системная красная волчанка, системная склеродермия. Вторую группу – ревматизм, включая его кардиальные формы и варианты вовлечения других органов и систем. Сюда же, в третью группу, относятся системные воскулиты, такие как узелковый периартериит, геморрагический воскулит, заболевания суставов с воспалительными изменениями – это болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, дегенеративные изменения суставов, остеоартрозы, заболевания смешанного характера и болезни вне суставных мягких тканей, кожи и подкожной основы. В иммунно-воспалительном характере играет, в общем-то, опять же, бактериальная вирусная инфекция. В основе лежит нарушение иммунитета. Мы знаем о том, мы говорили про иммунитет, и знаем, что А, Б и Т системы работают на создание иммунитета. Так, система А распознаёт чужеродные вещества, система В способствует выработке антител к антигену чужеродному, и система Т способствует разрушению и утилизации этих процессов. Сегодня мы больше поговорим о ревматическом поражении сердца и о дегенеративных изменениях в суставах и позвоночнике. То, что касается ревматизма. Все, наверное, знают о том, что, как правило, миндалины являются входными воротами инфекции. В результате частых и продолжительных ангин, особенно имеющих гнойное течение, можно получить осложнение на сердце. В виде либо миокардита или воспалительного заболевания сердечной мышцы, эндокардита – это поражение соединительной ткани с вовлечением клапанов, и перикардита, которая может сопровождать воспаление в тех или иных оболочках сердца. То есть получается осложнение, да? Да, как правило, начинается с ангин. Потом инфекция распространяется. Казалось бы, такая безопасная, относительно безопасная болезнь, как ангина, и может к такому привести? К сожалению, хороших болячек нет, и к любой из них нужно относиться с должным вниманием. Просто обычно к ангине вообще серьёзно, не всегда относятся, скажем так. Вот и напрасно. Вот и напрасно, потому что, к сожалению, ревматизм – вещь такая, которая может иметь латентное течение. То есть болезнь протекает из-под воль, изменения в органах и системах могут нарастать, а пациент в это время ничего особенного, можно сказать. Получается, что частая ангина – это тоже, в общем-то, снижение иммунитета, да? Конечно, и предрасположенность. И предрасположенность к ревматическому заболеванию. То есть это как бы общая вот такая вот… Да, да, да. Поэтому, ещё раз говорю, каким бы не было воспаления в миндалинах, не обязательно это гнойное. Гнойное – это уже тяжёлое течение. Но наплевательски к данной болезни относиться нельзя. Потому что генерализация инфекции, которая разносится по всему организму, и может поражать, да, при ревматизме, разные системы, в том числе и в сердце, выбирать различные объекты для своего внимания. Если мы будем говорить о миокардите, то вовремя принятые меры могут не оставить следов своего пребывания в сердце. Но не всегда это так заканчивается. Бывает такое, что не удаётся, привести сердце в порядок, и мы вернёмся с вами к теме нашей передачи, которая называется «Сердечно-сосудистая недостаточность». Да, к прошлым темам. Да. Если инфекция поражает внутренние слои, то есть эндокард в сердце, тогда могут формироваться пороки сердца, которые возникают на разных клапанах, число поражений клапанов тоже чистое индивидуально, и, соответственно, развитие того или иного порока даже на одном клапане может возникать за одну болезнь. Мы знаем о том, что пороки бывают, как и сужение отверстия в клапане, за счёт того, что за счёт воспалительных изменений створки клапана деформируются, уплотняются и срастаются, и тем самым площадь открытия клапана начинает уменьшаться за счёт вот этих изменений в створке. То есть я понимаю, что в основе любого заболевания идёт в первую очередь снижение иммунитета вашего? Ну, в общем-то, да. Потому что при снижении иммунитета болезнь, условия для развития болезни начинают расширяться. То есть, в принципе, одна из профилактик – это просто вот слежение за собственным иммунитетом или как-то повышение иммунитета. Это абсолютно правильно. С вами я согласна. Потому что повышение иммунитета, общее укрепление организма, не давая возможности организму ослабляться. То есть, как хотите назовите. То есть мы убираем, пытаемся убрать те условия, которые благоприятны для поражающих нас агентов. Какие бы они ни были. Бактерии, вирусы, грибы и так далее, и так далее, и так далее. Тогда, может быть, поэтому в основе многих сборов, в качестве составляющих при лечении самых разных заболеваний всегда присутствуют в составе сбора витаминные растения, которые как раз тоже и обладают иммуномодулирующей активностью. Ну а вот сами ревматические заболевания, они сейчас достаточно распространены? Достаточно распространены. И то, что касается людей более старшего возраста или уже, скажем, имеющих какие-то пороки развития на клапанах, перенесших ревматические процессы, при определенных условиях, к сожалению, опять же, вот это латентное течение, то есть течение из-под вольболезни, может привести к увеличению порока либо стеноза, либо недостаточности, и, соответственно, следующего за ним дальнейших клинических проявлений. То есть обострения могут быть не особо ярко выражены, вот, и в более запущенных случаях они уже проявляются не столько воспалительной реакцией, сколько другими нарушениями. Это может быть и одышка, это может быть и отеки, и нарушения сердечного ритма, то есть самые разные проявления. Но, однако, температурной реакции, которую может давать первичное обострение болезни, ее может не быть. И второе, о чем я хотела сказать, это дегенеративные изменения в суставах, в позвоночнике, это группа заболеваний, которая сейчас тоже достаточно широко представлена. Эта группа заболеваний известна нам, наверное, всем, потому что, начиная уже с раннего возраста, идет нарушение осанки. Он начинается уже у детей. В дальнейшем, по изменению нашей трудовой деятельности, с нагрузками на те или иные отделы позвоночника могут нарушаться, соответственно, соотношения между плотностью хряща, допустим, и плотностью позвонков. Соответственно, дополнительные травмирующие моменты, такие как нехватка кальция или какие-то травматические изменения, они способствуют тому, чтобы развивались определенные изменения как в телах позвонков, которые называются грыжами, так и в дистрофии дисков, выпадении дисков, дистрофии дисков. Но проявляются все данные заболевания, как правило, радикулярными болями. Все знают о том, что такое радикулит, и где бы он, в каком бы отделе позвоночника он не встречался, соответственно, там он и будет проявляться. Если это шейно-грудной отдел, страдает голова, плечевой пояс. Грудной отдел больше плечи, грудная клетка. Ну и, соответственно, пояснично-крестцовый отдел. Здесь уже, помимо всего прочего, должны обязательно, если это детский возраст, общаться с ортопедами. Более пожилой возраст, как правило, процедуры и все лечения назначает врач-невропатолог. Все зависит от, опять же, массивности поражения тех же суставов или позвоночника. А вот, к сожалению, опять, эти изменения нарастают у человека. И, как правило, во второй, после 40, то есть во второй половине жизни человека, эти явления, как явления старения организма, начинают проявляться с большей силой. Поэтому, соответственно, нужно принимать профилактические мероприятия, для устранения условий для возникновения данных заболеваний. Спасибо, Ольга Николаевна. Пожалуйста. До свидания. Ну что ж, мы узнали много нового из нашей рубрики «Советы врача». А теперь хотелось бы продолжить нашу тему «Популярные растения». И достаточно популярное в последнее время растение – это репешок, который сейчас вы увидите перед вами. Следует отметить, что это многолетнее травянистое растение высотой до 100 см с коротким толстым корневищем. Относится к семейству розоцветных, имеет приятный запах. Стебель крепкий, прямой, высокий. Листья опушенные, очередные. Цветки золотисто-желтые, мелкие, диаметром до 10-12 мм. Цветет репешок в июне-июле, растет репешок обыкновенный по сухим склонам, по лугам, в редких лесах, среди кустарников, по опушкам лесов, у дорог. Встречается в большинстве областей Европейской части России, на Кавказе, на Дальнем Востоке. А лекарственное сырье – это непосредственно трава, репешка обыкновенная, которую собирают во время цветения. И против чего у нас репешок? Во-первых, с репешком сложнее, на него похожи некоторые растения, то есть собирать его достаточно такую непростую, скажем так, можно перепутать растения, репешки, которые тоже относятся к этому роду, другие, они обладают меньшей фармакологической активностью, а репешок, он в первую очередь используется для лечения заболеваний печени. И считается, что среди растений ему практически нет равных. Он это первенство делит, в частности, с расторопшей. Репешок издавна использовался в Англии в качестве обычного чайного напитка. И до сих пор в некоторых районах Англии он так и используется. Потому что репешок обладает достаточно высокими вкусовыми качествами. Немногие лекарственные растения могут похвастаться непосредственно приятным вкусом. Поэтому очень часто некоторые не любят лечиться, лекарственными растениями, особенно настоями, потому что вкусовые качества, мягко говоря, неприятные. То есть его можно добавлять в чай, да? Да, его можно даже просто добавлять в чай. И для лечения печени это просто растение совершенно незаменимое. Что можно ещё сказать о репешке? Что эффективно, если мы говорим о лечениях заболеваний печени, то можно заваривать его как чай. И в частности совмещать его ещё с таким растением, как расторопша. И тогда, принимая с одной стороны настой или отвар репешка, с другой стороны просто семечки расторопши, либо какие-то препараты из него, эффективность данного растения значительно повысится. Хотелось бы отметить, что репешок также обладает противовоспалительным действием. Это один из наиболее эффективных лекарственных растений для лечения хронического панкреатита. И также репешок можно рекомендовать использовать лектором. То есть при потере голоса это тоже одно из незаменимых средств. Мало вообще какие растения мы можем рекомендовать при потере голоса. В частности репешок и мальву. Это вот наиболее эффективные растения. Репешок вообще используется при различных заболеваниях, в том числе и простудных. Здесь его, конечно, желательно использовать в качестве сбора, потому что сам в себе он окажется не особо эффективным. Ну и также, естественно, при лечении ангины, тензелита. То есть вот такие достаточно интересные действия. Кроме того, репешок рекомендует использовать еще для лечения, ну, скажем так, в качестве вспомогательного средства при лечении онкологических заболеваний. То есть его вводят в состав сборов. И у репешка есть определенная противоопухолевая активность. Но опять-таки только в качестве вспомогательного средства. Также репешок используется при застойных явлениях в почках. То есть достаточно такое интересное растение, которое можно тоже рекомендовать в использовании. Ну, теперь, наверное, мы перейдем к следующему растению, наверное, одному из самых популярных, популярность которого... И распространенных как раз вот у нас. Это земляника. Или же земляника лесная. Более точно. Ну, здесь она как раз представлена. Представлены как и цветки земляники, как и плоды, так и, в общем-то, и сама, и вся надземная часть. Что из себя представляет земляника? Это многолетние травянистые растения из семейства разоцветных. Листья прикорневые, тройчатые, длинно-черешковые. Цветки пятичленные, обои полые, белые, собраны в рыхлые щитковидные соцветия. Плод много орешек, типа земляничный. Земляника лесная распространена в лесной и лесостепной зонах европейской части нашей страны. На западной и восточной Сибири, на Кавказе, в Казахстане. Обитает она в осветленных лесах, по пушкам, вырубкам, гарям, среди зарослей кустарников. Но в качестве лекарственного сырья используют как лист земляники, так и плод земляники, который носит название земляничным. Ну, что содержится в листьях? Листья содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы В, В1, каротиноиды, флавоноиды, антоцианы, дубильные вещества, эфирное масло, сахара, а также соли фосфора. Но листья используют как диуретическое средство. Широко применяются плоды земляники. И они также содержат, как и листья, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, фолиевую кислоту, каротиноиды, сахара. Но сахаров достаточно много в плодах, до 15%. Органические кислоты, дубильные и пектинные вещества, а также соли железа, марганца, но и соли кобальта. Применяют в основном плоды земляники как витаминные средства. Ну да, там достаточно богатый такой химический состав. И, наверное, вот в некоторых случаях даже лучше эффективность повышается, когда применяют вообще все растения целиком. Заваривают как чай, ягоды, вместе с цветками, вместе с листьями, и иногда даже рекомендуют еще добавить корневище. Вот. То есть, и эффективность повышается. В основном используют, конечно, надземную часть. И очень часто землянику, в связи с тем, что она обладает такими витаминными свойствами, просто используют, ну, в качестве чая. Ну, делают из них чай и пьют его. Ну, это еще и хороший ароматизатор чая. То есть, иногда сглаживает, например, неприятный вкус других лекарственных растений. То есть, это тоже, безусловно, представляет достаточный интерес. Но еще хотелось бы отметить, что вот иногда рекомендуют использовать отвар растения целиком. В частности, отвар применяется при песке, в мочевом пузыре, почках и желчном пузыре. А также ягоды земляники, это не только источник множества витаминов, недаром даже существует пословица, в доме, где едят землянику, врачам делать нечего. Но и также ягоды широко рекомендуют использовать при атеросклерозе, нарушениях обмена веществ, а также в качестве регулирования, регулирующих давление, но обычно все-таки землянику больше даже рекомендуют гипертоникам. И также для улучшения аппетита. То есть, в принципе, действие земляники достаточно такое обширное. Если мы сравним с клубникой, то растение, которое мы выращиваем у нас в садах, то все-таки земляника окажется более полезной. Но, тем не менее, часть лечебных свойств земляники перекинутся и на клубнику. Да, но я еще хочу отметить, что в землянике имеется так называемый пектиновые вещества. Пектиновые вещества это кислые полисахариды. Они находятся в основном в клеточных стенках растений, а также они содержатся в межклеточном пространстве. И что еще здесь можно сказать? что эти кислые полисахариды могут выводить различные токсические вещества из организма. То есть, они их связывают и выводят из организма. А кроме этого, пектиновые вещества могут обладать таким обволакивающим свойством. То есть, они так же, как и слизи, могут обволакивать кишечник и, с другой стороны, не давать возможность вредным веществам проникать опять-таки сквозь стенки кишечника. Кроме того, что пектиновые вещества могут выводить, допустим, какие-то токсические вещества, они могут выводить вредные изотопы из организма. И в результате, допустим, деятельности гнилостных бактерий, да, там, допустим, происходят какие-то воспалительные процессы в кишечнике, да, они могут опять-таки связывать их продукты деятельности и опять-таки выводить из организма. То есть, пектиновые вещества, это, в общем-то, обладает такой вот функцией. То есть, получается, землянику можно как источник пектиновых веществ рекомендовать для людей, которые живут или работают в неблагоприятной такой экологической обстановке. Да, но кроме этого нужно сказать, что пиктивных веществ, конечно, больше в ежевеке, о котором будем говорить немножко позднее. И, наверное, вот в качестве витаминного средства лучше всего, конечно, использовать свежие ягоды, потому что уже высушенные, они теряют часть лечебных свойств. Абсолютно верно. Ну, а теперь, наверное, мы как раз перейдем непосредственно к ежевике, в которой, как вы сказали, пиктивных веществ даже больше, чем земляники. Да, следующее вот растение или полукустарник, который, в общем-то, опять-таки все знают, это так называемая ежевика. Значит, чем полезна ежевика в первую очередь? И что она из себя представляет? Итак, ну, давайте вспомним ежевику. Она представляет из себя полукустарник с распортертыми шиповатыми побегами до полутора метров длиной. Побеги могут быть двух типов – однолетние вегетативные и двулетние генеративные. Листья тройчатые. Цветки белые, крупные, до трех сантиметров в диаметре. Плоды крупные, яйцевидные, черные, с сизым стирающимся налетом. Плотно прирастают к светоложу и открываются вместе с ним. Цветет ежевика с мая до августа. Плоды созревают примерно через месяц после цветения. Плодоношения ежегодно довольно обильные. Нужно сказать, что плоды всех видов ежевики достаточно съедобны. Они содержат до 10% сахара, преимущественно глюкозу и фруктозу, до 2% пектиновых веществ, около 1,5% лимонной кислоты, а также витамины А и С. И большая часть ежевики употребляется, как правило, ежевика употребляется, как правило, свежим. Плоды ее. То есть в качестве витаминного средства. Не только как вкусные ягоды, но и как витаминное средство. Да, что можно сказать, так же, как и земляник, ежевику можно употреблять в качестве витаминного средства. Ну что ж, теперь мы перейдем к другому растению, тоже достаточно популярному. Это марин корень. Второе его название – пион уклоняющийся. Кстати, нужно сразу отметить, что в аптеках очень часто можно увидеть как раз марин корень или пион уклоняющийся. Его рекомендуют как успокаивающее средство, в первую очередь. Да, абсолютно верно. Давайте мы его продемонстрируем. Что можно сказать про него? Что пион уклоняющийся у нас принадлежит к семейству пионевых. Это многолетнее травянистое растение может достигать иногда в высоту свыше одного метра. Развивает под землей мощное многоглавое укороченное корневище. И толстые, мясистые, длинные веретиновидные корни красно-буро-коричневого цвета. В химический состав корней содержится эфирное масло до 1,5%, в состав которого входит пионон, метилсалицат, бензойные и салициловые кислоты. Из биологически активных соединений хотелось бы отметить, что там содержатся гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, макро- и микроэлементы и органические кислоты. Ну, хотелось бы сказать, что если мы говорим про минеральные вещества, то в основном пион в большом количестве накапливает два микроэлемента, хотя про второй элемент, наверное, слово микроэлемент к нему неприменимо. Хром и стронций. Вот, в большом количестве содержится в пионе. Ну, как мы видели, пион достаточно такое красивое и декоративное растение. Ну, а само название пион произошло, скажем так, оно означает слово целительный, врачующий. А вот Марин корень, да, или пион, уклоняющийся, он родственник нашему пиону садовому? Да, он родственник нашему садовому пиону. Я думаю, что часть целебных свойств наш садовый пион, конечно же, тоже имеет. Ну, так как пион все-таки ядовитое растение, то все-таки с ним нужно обращаться достаточно аккуратно. Ну, а легенда, связанная с пионом, достаточно красивая. Она связана с именем врача пиона, который корнями этого растения исцелил непосредственно Плутона, бога подземного царства, Атран, нанесенных Геркулесом. И врач, непосредственно учитель пиона, он приревновал к славе своего ученика и захотел его убить. И фактически боги спасли пиона, превратив его в красивый цветок. То есть вот достаточно такая красивая легенда. Ну, а что можно сказать о лечебных свойствах пиона? Ну, во-первых, мы уже сказали, что, безусловно, основной фармакологической активностью обладают непосредственно корни пиона. То есть не наземную часть, а именно корни. Корневища. Да. Мы можем как раз их вот сейчас и продемонстрировать. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что про сам пион. То, что так как там много стронция и хрома, это позволяет его использовать в качестве вспомогательного средства. Для лечения онкологических заболеваний. Ну, в первую очередь, какое действие пиона? Безусловно, успокаивающее и, кроме того, более утоляющее. Считается, что пион входит, пожалуй, даже в десятку наиболее эффективных растений, которые используются для профилактики и лечения опухолевых заболеваний. Но, опять-таки, в первую очередь, в качестве вспомогательного средства, если мы говорим о лечении. Но, тем не менее, более утоляющие свойства его достаточно высоки. Особенно, в частности, в качестве более утоляющего есть даже рекомендации и научной медицине использовать его при раке матки. Ну, а также пион, наверное, нам известен по настойке, которую постоянно можно встретить в аптеке. Иногда, чтобы сэкономить, все-таки листовую часть используют. Но в меньшем количестве, так как она обладает меньшей фармакологической активностью. То есть просто смешивают 90% корней и 10% надземной части. Но, может быть, это делается специально, чтобы уменьшить дозу? Да, возможно. Тем более, что все-таки пион ядовитое растение. Ну, в первую очередь, конечно же, более утоляющие свойства пиона. А также еще хотелось бы отметить о том, то, что он используется и для лечения различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. И достаточно эффективное растение в качестве успокаивающего средства. Она эффективнее, чем, например, валерьяна. Можно использовать, с одной стороны, настойку, которую в том числе продают и в аптеке. С другой стороны, можно использовать сам порошок. Но здесь нужно быть очень аккуратным. Вот перед вами. На кончике ножа щепотку можно принять вечером. Но здесь главное не переборщить. Именно маленькую щепотку на кончике ножа принять пионы. И тогда вы практически можете избавиться и даже от бессонницы. Так что вот это такое достаточно удивительное растение. То есть вот из этого корневища, который мы показывали, как раз из этого делает настой, да? Да. Иногда делают порошки для приема внутрь. Но, тем не менее, некоторые не рекомендуют увлекаться, потому что тут можно передозировку сделать большую. Щепотку каждый по-своему понимает. А так как всё-таки там много стронца, и растения-то ядовиты, необходимо соблюдать аккуратность. А в самой настойке стронца тоже много? Ну, да, безусловно. Как раз вот стронцей, он считается, что он имеет противоопухолевую определенную активность. Поэтому вот в том числе, поэтому пион и рекомендует для лечения опухолевых заболеваний. Тем не менее, растение это ядовитое. Необходимо принимать его достаточно скромными курсами. Вот. Под наблюдением врача. Можно попробовать, конечно, его добавлять в ничтожных количествах сбора, что тоже может быть достаточно, весьма эффективно. Добавлять порядка 2-3% от веса всего сбора. Такое небольшое количество. Можно даже уменьшить до одного. Ну, теперь, наверное, мы перейдём ещё к одному растению. Как раз представлен здесь лопу большой. Достаточно известное растение. Это, в общем-то, растение, которое знакомо даже современному горожанину. Да? Что из себя представляет лопух? Ну, он достигает высоты до полутора метров. Корзинки крупные, шаровидные, лопуха большого. От 3 до 3,5 сантиметров в диаметре. Все листочки-обёртки шаловидные, зелёные, голые. На конце загнутые крючком. Все корзинки расположены на отдельных веточках и образуют так называемые соцветия щиток. Ну, нужно сказать, что у нас встречается несколько видов лопухов. Значит, лопух большой, которым мы только что представили. Лопух малый и ещё лопух паутинистый. Они несколько отличаются друг от друга. Но, опять-таки, таким вот фармакологическим действием обладает наибольшей степени лопух большой. Нужно сказать, что это растение эрудеральное. Ну, наверное, слово тоже незнакомое телезрительное. Да, совершенно незнакомое. Ну, достаточно красивое слово, которое означает, что это растение растёт на мусорных свалках в основном. То есть, соответственно, если мы его там будем собирать, оно накопит много всякой гадости. Ну, вполне вероятно. Но, нужно сказать, что от многих этих вот эрудеральных растений на участке достаточно сложно отделаться. То есть, от того же самого лопуха. То есть, его, как сорняк, достаточно сложно выкорчевать из почвы. Каким свойством обладает лопух? Вообще, где его применяют? Лопух обладает достаточно обширными лекарственными свойствами. Он используется в народной медицине, как мочегонные, потогонные, кровоочистительные, противовоспалительные, противолихорадочные, а также молокогонные и витаминные, обладая также витаминным действием. Применяется лопух большой, от которого у нас здесь представлено, или второе название репейник, при запорах, язве желудка, желудочно-кишечных заболеваниях, почечно-каменной болезни, ревматизме, подагре, отёках. Ещё применяется, кроме этого, при различных кожных заболеваниях. И основным его действием, которые признаны и используются в официальной медицине, считаются как мочегонные, желчегонные и потогонные действия. А для наружного применения лопух назначают в виде компрессов при сибореи, угрях, зуде или при образовании фурунклов. Ну вот ещё хотелось бы отметить, что при наружном применении лопух иногда бывает очень эффективным, когда связано это непосредственно болезнью с опорно-двигательным аппаратом. Причём он может даже поспорить и с тем же сабельником. В частности, его можно использовать в качестве вспомогательного средства, причём настойка лопуха даже не уступит действию многих мазей при различных грыжах, в частности, при межпозвонковых грыжах. То есть лопух... Ну да, я с вами согласна в данном случае. Но нужно сказать ещё, в составе сложных сборов лопух используется для лечения различных артритов. То есть его действие достаточно широкое. Да, всем нам такое известное растение оказывается таким эффективным. Ну что ж, сегодня мы рассказали о достаточно популярных растениях. Одни из них нам широко известны, но многие не знали, что их можно использовать в лекарственных целях. Другие приобрели большую популярность в последнее время. Мы надеемся, что наша сегодняшняя передача была для вас полезной. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова